Сегодня в Бельгии пройдет 16-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины или, как его еще называют, встреча в формате Рамштайн. И в Брюсселе собрались представители около 50 стран для того, чтобы решить, какую еще военную помощь необходимо предоставить Украине. Ну и подробнее расскажет об этом специальный корреспондент телеканала Freedom в Европе Виталий Сизов. Он с нами прямо сейчас на связи. Виталий, доброе утро. Хотим мы от тебя услышать подробности. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Я сказал бы даже, что они собираются сейчас утром в Брюсселе для того, чтобы провести встречу в штаб-квартире НАТО. Ожидается, что она начнется в 11 по Киеву. Впервые в ней будет участвовать председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльз Браун, который заменил на этой должности генерала Марка Милли. Председательствовать на встрече будет министр обороны США Ллойд Остин. Как всегда на таких мероприятиях повестка дня держится в тайне. Но ее немного приоткрыла представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулиан Смит. Давайте ее услышим. Я ожидаю, что упор будет сделан в основном на противовоздушной обороне и боеприпасах. Хотя нет сомнений, что у украинцев будет множество других запросов. Я не могу с уверенностью сказать, какие будут результаты. Это всегда живая встреча, на которой министры проявляют инициативы и предлагают помощь в режиме реального времени. И в некоторых случаях мы впервые слышим об этом во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Джулиан Смит, постоянный представитель США при НАТО. Вообще ожидается, что мы можем услышать сегодня много сюрпризов по итогам этой встречи. Но уже слова посла США при НАТО находят свое подтверждение. Накануне этой встречи Германия заявила о выделении пакета помощи на сумму более 1 миллиарда евро для укрепления противовоздушной обороны, поставки других вооружений и наземной техники. У нас есть цитата министра обороны Германии. Благодаря этому новому зимнему пакету мы еще больше повысим оперативную готовность украинских вооруженных сил в ближайшие месяцы. Борис Писториус, министр обороны Германии, в комментарии Ройтерс. Также сегодня состоится заседание Совета Украина-НАТО. Впервые со времен учреждения этого совета на саммите НАТО в Вильнюсе он пройдет в формате участия министров обороны, в том числе и министра обороны Украины Рустема Умерова. А завтра пройдет встреча министров обороны уже в формате только стран НАТО. Естественно, что в Брюсселе будут обсуждать ситуацию в Израиле, но представитель США уже заверила, что союзники не намерены сокращать или перенаправлять помощь какие-либо другие потоки, предоставляемые Украине, на то, чтобы тратить это на Израиль. Напомним, прошлая встреча в формате Рамштайн состоялась 19 сентября, и тогда была анонсирована отправка в Украину танков «Абрамс». Канада выступила с инициативой присоединиться к тренировкам украинских пилотов. Также была создана коалиция возможностей для дальнейших реформ украинских вооруженных сил. Еще хотел бы добавить, что, естественно, в фокусе внимания будет зимнее время, ПВО и защита маршрутов экспорта из Украины. Для этого тоже нужны средства ПВО, и об этом вчера говорил президент Украины Владимир Зеленский, который посещал Румынию. Студия. Спасибо, Виталий. На связи с нами из Брюсселя был специальный корреспондент телеканала «Фридом в Европе» Виталий Сизов.